Проверка, 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 раз, два, три. Чтобы отметить выпуск iPhone X, эти видео теперь будут выходить в формате, удобном для iPhone X. Чё-то бесит это слегка. Это видео сделано благодаря Videoblocks. Videoblocks — одна из самых больших и быстро растущих библиотек со стоковыми видео онлайн. Там более трёх миллионов видео, фильтров и динамических фанов. Они поддерживают видеографов и отдают им 100% комиссии, что очень круто. Все клипы имеют договоры о разрешении использования и не могут быть оспорены владельцами авторских прав. У вас есть 7 дней, чтобы бесплатно попробовать этот портал с огромной библиотекой видео с разрешением на использование. Немного протрем объектив рукавом. Не страшно. Мне часто задают вопрос, какую зеркалку лучше купить в качестве первой. Всегда можно выбрать что-то такое. Canon 200D! Или как там она называется у Астрани? Но первая зеркалка, самая важная, именно с ней учатся основным навыкам. С ней укрепляется интерес к фотографии, или с которой сдаются, понимая, фотограф ты дерьмовый. Именно поэтому она хороша. Потому что она достаточно дёшево стоит. Если её нужно слить, то потеряешь не так много. Да, они действительно едут так медленно. И это не замедленная съёмка. Они действительно так медленно едут. И причина предположительно в том, что они просто не хотят, чтобы конечности оказались отделены от туловища. По крайней мере, фотки можно быстро залить в Инстаграм, благодаря возможностям 200D. Хотя в такой погоде особо ничего не снимешь. Да, мне кажется, слишком тут много всего между мной и объектом съёмки. Да уж, погода реальное говно, и поэтому я сижу в машине. О-о-о-о-о, да неважно. Canon 200D, или как там он зовётся в вашей стране, это наименее привлекательный образец техники. Именно поэтому они его немного взбодрили новым цветом. Интересно, что эта камера весит 450 грамм. Столько же, сколько Sony A6500. Легче Fuji X-T2. Версия в серебряном корпусе тяжелее, чем в чёрном. А белая и того хуже. Как такое возможно? Но да, она выглядит бодренько, несмотря на то, что смахивает на Джеки Чана среди камер. Он был амбассадором Canon. Может, стоило её назвать Джеки Чан Эдишн? Да, Джеки хорошая камера, но... Может, не стоит снимать незнакомых детей в школе. Эту историю потом придётся объяснять полиции. Я очень люблю более дешёвые зеркалки, которые так немного весят. И я думаю, на них круто учиться. Хотя вопрос о том, что брать зеркалку или беззеркалку, тема другого видео. 200D нужно похвалить за то, что настраиваются, ну, очень просто. Не хотите верить мне на слово? Давайте посмотрим, сможет ли кто угодно снимать этой камерой. Менять настройки. Смотреть фотографии. Можно сказать, управляется играючи. Метафора игры всегда приводит нас к игрушкам, с которыми теперь не стыдно поиграть. Всегда приятно работать с неживыми моделями. У них нет самомнения, они ничего не требуют, не скандалят и не звездят. Ну, про меня так говорят. Давайте-ка я сначала разгребу это говно. Видите? Про человека ведь так не скажешь. Без некоторых негативных последствий. Черт. Херня какая. Полное говно. Пришло время снять заднюю крышечку и одеть что-то менее древнее. Бум. Идеальная устойчивость. А вот теперь поговорим про камеру. У Canon 200D, или как там и назовется в вашей стране, 24 мегапикселя. И это прекрасное разрешение. Может, не самое высокое, но более чем достаточное для первой камеры. Буа-селектор! Падла. 24 мегапикселя — это практически стандарт сейчас. У более дорогого Nikon D5600 начального уровня тоже 24 мегапикселя, но без антиалиасного фильтра. Fuji X-T2 — 24 мегапикселя. Sony A6500 — 24 мегапикселя. Pentax KS2 — 20 мегапикселей. Изображения выглядят хорошо и резко. Шум незаметен до ISO 6400. А потом появляется говнишко, начинающему непросто разобраться практически со всем, что бы это все ни значило. Но с таким графическим интерфейсом все становится слишком просто. Забудьте все эти книги — фотография для чайников. Все, что вам нужно — женщина без лица с горой на заднем плане. Тут буквально все прописано, так что если и после этого не получилось овладеть камерой, лучше сдаться. Мне очень нравится 200D. Здесь есть все необходимое для начала, и все же можно получить фантастические фотографии в цветах Canon. С таким скромным набором она вполне соответствует требованиям начинающего фотографа в определенных рамках. С пятью кадрами в секунду и девятью точками фокусировки она вряд ли перевернет сознание своей демонической скоростью, потому что это не демон, хоть и выглядит как Джеки Чан. Для экшена не создана. Конечно, есть ограничения при съемках быстро движущихся объектов, таких как эти. Но ведь ограничения хороши, когда учишься снимать фотографии. В противном случае было бы слишком просто. Пять кадров в секунду — не так страшно, а вот девять точек фокусировки — совсем база. На 30 меньше, чем у Nikon D5600. Скорость автофокуса средняя, но новичку нужно научиться достигать высот в поставленных рамках перед тем, как переходить на лучшее. В приоритете выдержки все становится слишком графично с бегущим человечком без лица, где я могу выбрать размытие или заморозку движения. И может, отучитесь напевать диснеевские песенки во время съемки. Было бы круто, если бы Canon смог сравняться с конкурентами в количестве точек автофокуса, но, несмотря на базовую систему, он вполне удобен для съемки быстродвижущихся объектов. Как же тут холодно и мокро. Знаете что? Хватит мне уже мокнуть, я все равно мотоцикла не особо люблю. Ну и напоследок про видео. Оно специально в конце, по степени важности. Если бы видео было важно, вы бы не Canon покупали. Правильно? Ведь Canon не считает ее важным, судя по всему. Знаете, и ведь она не так плоха для видео. Для видеографов не очень, а для блогеров я бы ее порекомендовал уже из-за одного факта наличия Dual Pixel AF. Это же фантастика! Так же круто, как нарезанный хлеб. Но нарезанный хлеб не так крут, потому что он не фокусируется. Вот так. Но что тут скажешь. Это отличная маленькая камера для влогеров. Тут есть вход для микрофона, и я бы ее порекомендовал в низком ценовом диапазоне. Самый большой сюрприз – Dual Pixel AF. Самый удобный и приятный автофокус для видео и существующих. Благодаря ему, видео вполне годится для начального уровня. Почему я считаю, что это самая лучшая зеркалка для начинающих? Берите Nikon, если вам надо больше точек фокусировки и резкие пиксели при отсутствии антиалиасного фильтра. Pentax тоже ничего и ниже по цене. Например, CS2. Но если нужно что-то суперпростое в использовании и хороший старт для будущего апгрейда, я бы выбрал 200D в первую очередь. Пишите комментарии и подписывайтесь на нас в ВКонтакте. Перевод Анастасия Эвер, озвучил Андрей Музычкин, Jeddameintrix, Max Мирончик, Sly Lama 2017 Если бы земля была плоской, коты бы уже давно столкнули все с краем. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!